Синдром отличника, что это, как проявляется? Ужас перфекциониста те, кто давно закончил школу, но в душе так остался сидеть на первой партии, тянуть руку, чтобы вызвали к доске. И поставили в журнал хорошую отметку, пытаются быть отличниками всегда и везде. Где можно быть первым? На работе, вечные отличники, делают больше, чем рядовые работники. Причем для людей с синдромом отличника важен не результат работы, а именно оценка окружающих, чаще всего, начальства. Они практически никуда не опаздывают и зачастую приходят раньше назначенного времени. Синдром отличника и перфекционизм – близкие понятия. Их одежда выглажена, ботинки всегда начищены, а белые воротнички сверкают на солнце. Вечные отличники – немного нарциссы. Хотя бывает и диаметральная противоположность во внешности – полная небрежность. Люди с синдромом отличника часто страдают и избегающим расстройством личности не берутся за дела, так как боятся низкой оценки окружающих. Если «вечная отличница» – женщина, то у нее на кухне идеальный порядок. Хотя порядок на кухне еще не означает, что у хозяйки синдром отличницы. Она прекрасно готовит, даже если не любит это занятие. Представительница прекрасного пола с синдромом отличницы не задумывается, зачем она делает ту или иную работу. Она ее делает просто потому, что так надо, или из-за страха прослыть плохой хозяйкой или неряхой. Низкий уровень осознанности – ее основная беда. Если «вечный отличник» – мужчина, то у него отполирована и идеально вымыта машина. Красота и чистота нравятся большинству адекватных людей, но «отличники» – это просто фанатики. Даже в интимных вопросах эти люди иногда стараются быть лучшими, чем все и активно интересуются тем, как партнер оценивает их успехи. Суммируя, получаем, что нужно проводить грань между синдромом отличника и здоровым перфекционизмом. Если стремление к лучшему результативно для человека, то проблемы нет. Но если человек не может отличить важное от второстепенного, постоянно нуждается в оценке, и считает, что сам не может адекватно оценивать. Свой труд – это синдром отличника. А вообще, в кругах психологов до сих пор точатся споры о черте между здоровым и нездоровым перфекционизмом. Синдром отличника – почему опасно быть лучшим? Нужно сказать, что «вечные отличники» с первого взгляда очаровывают людей, которые с ними контактируют. Их не нужно подгонять в работе, они ухожены и строги. Но синдром отличника делает тяжелой жизни не только человека, который им страдает, но и жизнь окружающих. Те, кто страдает синдромом отличника, не умеют строить отношения в коллективе – это те люди, которые будут грубо ставить под сомнение вашу квалификацию. И согласятся сотрудничать с вами, только если будут уверены, что вы лучший из лучших. Отличники уважают только лидеров, остальными они пренебрегают. Человек, страдающий синдромом отличника, будет отчаянно стремиться занять руководящую должность, однако на ней не задерживается. Дело в том, что на высоком посту его будет интересовать не продуктивность коллектива, а только то, как он сам выглядит на руководящей должности. От этих людей исходит бесконечный поток критики, даже если работа выполнена хорошо. Работа, по их мнению, должна быть сделана или идеальна или никак, середины нет. Человек с синдромом отличника далек от творчества и не ценит чужие творческие начинания. Наверное, потому что их сложно оценить. Меркантильность – еще один частый спутник повзрослевшего отличника. Деньги, а точнее их количество, воспринимаются как своеобразная оценка. Но не все там однозначно, деньги нужны всем. Важно, для чего они нужны, для девушки с синдромом отличница они часто становятся целью, а для девушки, которая им не страдает, деньги. Средства для получения более важных благ. Нелюбовь в коллективе не всегда означает, что у вас синдром отличника. Тяжело бывает тем, кому завидуют, может вы просто красивы или очень молоды для занимаемой вами должности. Если вы один или одна против всех, то это еще не значит, что вы не правы. Печальная история Галилео Галлея, которого сожгли на костре, яркий тому пример. Люди, которые страдают синдромом отличника, в большинстве не добиваются успеха. Потому что боятся что-либо делать. У них множество идеальных планов, которые собираются в долгий ящик, и множество незаконченных дел, которые навевают тревогу и депрессию. Вечные отличницы страдают от своих взглядов не только на работе, но и в личной жизни. Они, на первый взгляд, прекрасные, заботливые родители. Их дети, если и не отличники, то мамы с папами за них решат задачи по математике и нарисуют в школьных альбомах замечательные картинки. Женщины-отличницы ждут мужей дома со свежим борщом и чесночными домашними пышками. Немногочисленные подруги и друзья-отличников всегда могут рассчитывать на их помощь по любым вопросам. В этой схеме есть только один недостаток – отличники не устраивают самих себя. Их утро начинается с головной боли от проблем, которые нужно быстро и идеально решить. У них практически нет времени на отдых. А если и удается выкроить для этого часов-другой, то мыслями они все равно возвращаются к нерешанным проблемам. В итоге работа на износ подрывает психическое и физическое здоровье. Интересно, что признаки синдрома отличника у себя, наверняка, замечал каждый из нас. Вам наверняка приходилось доделывать какую-то работу, через «не могу», лишь бы сделать. В часы сильной усталости, наверное, каждый человек подпадает под описание синдрома отличника. Как избавиться от синдрома отличника – три важных аспекта. Ниже несколько самых действенных, по нашему мнению, способов, которые помогут избавиться от синдрома отличника. 1. Пофантазируйте. Представьте этого своего внутреннего отличника отдельной персоной. Вы испытываете угрызение совести за то, что не сдали вовремя отчет. Нарисуйте в воображении сухого, бессердечного отличника, с рыжей копной волос на голове и толстенными очками. 2. Пусть он машет перед вашим носом этой самой папкой с отчетом и говорит, «ты не написал отчет, значит ты ничтожество». 3. Ты виноват. Какие чувства вы будете испытывать к этому персонажу, захотите ли ему подчиняться? 4. Вместо ребенка можно представить злобную старуху, которая выглядит как ведьма, наводящая порчу в народных поверьях. Представьте, что вас ругает она. 5. Захотите ли подчиняться ей? По сути это действительно похоже на порчу в народном понимании, у людей с синдромом отличника есть тревога и негативные представления о себе, которые мешают им жить. И здесь приходит на помощь то, о чем говорят православные священники, порча и суеверие влияют только на тех, кто в это верит. 2. Попросите в мыслях совет у светлого персонажа. Представьте какого-то ангела, что он может посоветовать. Наверное, он мог бы рассказать, что все люди хороши, хоть и не идеальны, и нужно двигаться вперед в меру сил. Некоторые психоаналитики высказывают мысль, что люди с синдромом отличника – это люди с недоразвитым суперэго, характерным для ребенка 5-7 лет. Их суперэго, или представление о том, каким человек мечтает быть, будто бы, застывшее, идеальное и недосягаемое. В то время, как человек со взрослым суперэго понимает, что движение вперед – процесс постепенный, а цели досягаемы. 3. Старайтесь добавить в свою жизнь осознанности. Чаще спрашивайте себя, зачем и почему вы делаете или не делаете те или иные дела.